В эфире итоговый выпуск Петровки 38. Я Максим Сазонов. Здравствуйте. В начале программы краткий обзор наиболее громких преступлений, совершенных на минувшей неделе в московском регионе. Минимум 2 миллиона рублей стали добычей аферистов, которые работали под вывеской юридической фирмы. Мошенники предлагали пожилым москвичам помощь в получении звания ветеран труда и перерасчете пенсии. Оплатить необходимо было лишь услуги самих юристов. Не менее 50 пенсионеров попались на эту удочку. Пятерым задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. На юго-западе столицы жертвами вооруженного ограбления стали два бизнесмена-иностранца. Действуя по наводке, двое налетчиков подкараулили потерпевших во дворе жилого дома и, угрожая пистолетом, отняли сумку с 7 миллионами рублей. По горячим следам подозреваемых задержали в Ленинградской области. Вины свои злоумышленники не признали. В Новой Москве полицейские задержали мужчину, у которого в ходе обыска обнаружили и изъяли автомат, пистолет и более тысячи патронов различного калибра и составные части огнестрельного оружия. 63-летний москвич утверждал, что нашел все это в лесу и собирался сдать в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сыщики работали в круглосуточном режиме. Помощь местным оперативникам оказывали коллеги из федерального центра. Расследование преступления на личный контроль взял глава правоохранительного ведомства. Все тонкости и детали оперативной работы в репортаже Марселя Нургатина. Трагедия, которая произошла в Тюмени, никого не оставила равнодушным, отметил Владимир Колокольцев. Тысячи человек надеялись на благополучный исход. А когда стало ясно, что произошло непоправимое, общественность потребовала в кратчайшие сроки найти убийцу. Это было поручено лучшим полицейским в Тюмени и оперативникам главного управления уголовного розыска из Москвы. Чтобы выйти на след подозреваемого, пришлось проделать колоссальный объем работы. Уважаемые коллеги, вы действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска. Продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, применять современные технологические средства. Благодаря вашим усилиям личность преступника установлена. Он задержан и ждет суда. Восьмилетняя Настя Муравьева пропала 30 июня. Утром девочка сказала родным, что пойдет к соседям, чтобы скачать игру по бесплатному интернету. Настя не вернулась даже к вечеру, и тогда родственники забили тревогу, обратились в полицию. Помимо стражей порядка в поисках приняли участие десятки волонтеров. Но основная работа легла на плечи сыщиков уголовного розыска. Для нас, конечно, это было дело чести, поскольку у каждого есть дети, родные и близкие. Поэтому такое резонансное преступление необходимо было раскрыть как можно быстрее. Тюменские и московские сыщики собрали и проанализировали огромный объем информации. В том числе часы видеозаписей, сделанных камерами наблюдения по всей округе. По ним можно было частично восстановить маршрут движения, начиная с момента безвестного исчезновения девочки. Отсматривалось все, рассматривались различные версии, в том числе и то, что она могла покинуть район своего места фактического проживания. Но, как в итоге оказалось, о чем мы свидетельствуем видеокамеры, что за пределы своего места проживания она далеко не ушла. Было выдвинуто несколько версий произошедшего. По каждой из них шла работа, просчитывались сценарии. Полицейские искали очевидцев, обходя буквально каждый дом. Одна из версий была, что она могла стать жертвой несчастного случая, утонуть, попасть в какой-то открытый канализационный люк и так далее. Вторая версия, это могла быть похищена лицом, либо ранее судимым, либо несудимым, но склонным к совершению преступления на сексуальной почве, либо в отношении совершеннолетнего. Ну и третья версия у нас выдвигалась, что данная девочка, в отношении нее совершено преступление из числа близкого окружения. То есть это родственники, либо знакомые семьи. Чтобы проработать версию с насильственной смертью, полицейские составили базу данных всех, кто мог пойти на такое преступление. Лиц ранее судимых за половые преступления и преступления против личности по городу Тюмени составляло только более 2000 человек. Естественно, это большой объем работы этих. Каждое лицо необходимо установить, где он находится сейчас в данный момент, где он находился в момент исчезновения девочки, чем он занимался, какое у него алиби, есть ли основания подозревать его в совершении преступления или нет. Ну то есть эта работа очень, так скажем, кропотливая, объемная и достаточно трудоемкая. Но несмотря на все усилия и надежду на счастливый исход, чудо не случилось. Настю Муравьеву нашли мертвой 19 августа. Тело обнаружили в двух с половиной километрах от ее дома, на берегу озера Оброчного. Осмотрев место происшествия, правоохранители получили ряд важных улик, которые стали ключом к раскрытию этого преступления, потрясшего не только Сибирь, но и всю Россию. Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. Техника – это вытяжка. В мебельном цехе ее встроили в кухонный гарнитур, который собирали для заказчика обычной тюменской семьи. Полицейские установили личности всех рабочих, кто занимался сборкой. Один из них при беседе повел себя странно. Ну, изначально его поведение, скажем, вызывало массу вопросов. Начал вести себя сумбурно, скажем, хвататься за все вещи, которые у него находились в автомобиле, ходить вокруг машины без всяких на то причин. Нервного рабочего зовут Виталий Бережной. До этого момента его в числе подозреваемых не было, так как он ранее не судим, в поле зрения полиции не попадал и характеризуется положительно. А в дальнейшем, когда установили квартиру, в которой он проживал, временно снимал, и зайдя туда обнаружили фрагмент паласа, схожий с рисунком, фрагменты проводов и тому подобное, то есть тут уже, естественно, 100% у нас сомнений не было. Виталию Бережному 40 лет. Цинично, что он сам принимал участие в поисках Насти. На допросе свою вину отрицать не стал. Место работы? Мебельное производство. За что задержаны? За убийство, совершенно летнее. Виталий Бережной рассказал, что утром 30 июня он был пьян и плюс к этому находился под действием наркотиков. В подъезде он встретил Настю, заманил в свою квартиру, связал и изнасиловал, после чего убил. Тело хранил дома и только 17 августа отнёс к озеру. Образцы его ДНК найдены на теле убитой. Назначен ещё ряд экспертиз, которые позволят восстановить всю хронологию событий. Раскрытие резонансного преступления было на личном контроле министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Глава правоохранительного ведомства поблагодарил сыщиков за работу. Именно такие грамотно спланированные и чётко проведённые операции способствуют воплощению на практике принципа неотвратимости наказания. Укрепляет веру общества, справедливость и торжество закона. Является наглядным примером для молодых оперативников. Благодарю за добросовестный труд и поздравляю с заслуженными наградами. Пять оперативников уголовного розыска были удостойны медали МВД России и наградного оружия. Все они профессионалы высокого уровня, на деле доказавшие свою компетентность, подчеркнул Владимир Колокольцев. Марсель Нургатин, Андрей Черненок и Дмитрий Трудников, Петровка, 38. Оформить временную регистрацию по месту пребывания российским гражданам стало проще. Со 2 сентября это можно сделать на сайте Госуслуг. Об этом рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Ранее оформить документ можно было только лично, в паспортных столах, отделах полиции или в многофункциональных центрах. Всем участникам процесса необходимо иметь учетную запись на едином портале Госуслуг. Кроме того, документы о собственности должны быть заведены в единый реестр всех документов о собственности. Для того, чтобы получить согласие собственника, достаточно обратиться через его личный кабинет и данное согласие будет получено. Что касается самого свидетельства о регистрации по месту пребывания, то его также возможно получить в электронном виде. Подписано оно будет усиленной квалифицированной подписью и равнозначно документу, который выдается на бумаге. В случае необходимости гражданин может распечатать данный документ и в тех жизненных обстоятельствах, где он будет нужен, можно его будет предъявлять. На сегодня у меня все. До встречи через неделю. Берегите себя.